3.30 М1 Наталя, здравствуйте! Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. Скажите, почему именно тематику культуры вы выбрали? Это то, чем я всегда мечтала заниматься, и это было очень логично, вважаю, на мою освіту и на то, чем я занималась тогда. Власне, я была фотографом. Вы были фотографом ранее? Я взагалю за освіту архітектор и, власне, пробовала себя художник. И сделать организацию, которая говорила про мистецтво, для меня было природным. Как у вас возникла идея заниматься этим, не только в плане любительства, а также профессионально, и посвящать этому свою жизнь? Ну, власне, я хотела сразу зазначити, что культурный проект, он створювался, как неприбутковая организация. То есть мы свідомо створили организацию, на которой мы не будем заработать, но в которой мы будем очень счастливы, работать и впливать на те процессы, которые в стране. Чем вы, в целом, занимаетесь? Культурный проект – это общественная организация, которая проводит лекции. Лекции, преважно, из истории. История мистецтва, история кино, история моды, история философии, история литературы, история музыки. И, власне, основное, чем мы отличаемся от всех пропозиций, которые сегодня есть в этой церене, это то, что мы даем вычерпную картину. То есть это 2 часа, когда с определенной оптикой вам рассказывают, какие основные процессы были. Какая аудитория приходит? Это такие же ботани и отминники? Есть такая 30-45 аудитория, а есть молодежная 14-26. О, тогда вы знаете такие, можно сказать, привязки, которые дейсно завжди дивуются молодую аудиторию. Ну, например, какие-то приклады из истории, которые мы не знаем за подручниками. У вас есть подобные такие наробки, которые вы можете сразу нам рассказать? Я понимаю, что вы хотите сейчас какой-то интересный факт. Так, так. Чи знаете, вы что поединяет Оскара Уайда и фаимский портрет? Нет. Ось. Приходите в культурный проект, там вы не знаете. А мы, как минимум, зайдем на сайт. Мы не будем спать, взагалі. Как жить? Так же Вагнер и влады Перснев. Кто проводит эти такие интерактивные лекции и быстрые лекции? Это всегда выкладчики университетов. То есть, фактически, это профессори или других ступеней, специалисты. Есть молодшие, есть старшие, в зависимости от того, какие курсы они читают. Мы сейчас собираемся также из посвятницкой миссии выйти на улицу Киева, для того, чтобы почитать себя, взагалі, как люди обратятся к интересной информации, где они ее шукают и ли они ладнее пойти на ваши курсы. Что для тебя культура и искусство? А, я сейчас потеряюсь. Нечто такое прекрасное искусство. Как вы живете в образ жизни? То есть, что ты делаешь с удовольствием для других? Сейчас я работаю в этой сфере. Я клипмейкер, какой-то, в какой-то мере, любитель. На культуре можно заработать? Ну, в принципе, я думаю, да, так. Это делают и девушки, и парни, и бабушки, и внуки, и все остальные. Якщо тробишься свідомо, якщо тробишься впевнено, с задоволенням. Страна такая не очень-то и дорогая. Иногда начинка выемки не стоит. Какой вид искусства тебя интересует больше всего? Это все индивидуально. Я, как бы, не творчая людина. Журналистика, музичная журналистика. Художественная. Как и психолог, как и дизайнер. Музыка. Естественно, предела нет. Да, действительно приятно, что молодежь все же понимает, что если есть какие-то белые пятна в той же истории или географии, нужно их перерисовать и все же посетить некую лекцию, сделать это быстро, коротко, лаконично. И в этом будут помогать подобные лекции. Но, увы, о них они не знают. А как все же попасть к вам? И, может быть, про отбор какой-то специально проходить нужно или только заплатив в определенную сумму, можно туда попасть? Програма из четырех дисциплин. Музыка, література, философия и визуальное мистецтво 20-21 столетия. То есть это отдельный курс, речный. И я точно цифры вам не скажу, но в районе 65 гривен одна лекция коштует в рамках этого курса. Мы сейчас занимаемся онлайн-проектом. Власне, у нас новый стартап, это онлайн-освитний проект с этих дисциплин, ну, який будет отбивать певным чином наши офлайн-лекции, але будут давать возможность навчатись самостоятельно. Как именно вот в зернышко, в самое маленькое, в детской, вселить вот эту же мысль о том, что учеба – это интересно, что саморазвитие – это прекрасно. Да ладно, все одразу же бывают в школу. Ты потопляешь в школу, я уже не хочешь навчатись. Для этого мы создали программу, которая не относится напрямую детей, а относится как раз выкладачей и взрослых. И в рамках этой программы приезжала Франсуаза Барбукаль. Вона проводила для вчителей майстер-класс, как живой, простой мовой. До речи, у нее очень много интересных думок, что-то с принятым мастерства детьми, таких простых и важных для всех. И, власне, мы вот таким чином вырешивали эту проблему. Бо, власне, наши дитячие курсы, которые дети приходят, молюют, изучают историю мастерства через малювание – это такой честный пример, невеликая группа 14 детей на год. То есть это не изменит ситуацию, ну, взагалом. Ты правильно понял? Вы не только научаете, вы еще и мальчу, и даже выкладачи. Так, ну, это наша миссия. Наша миссия, чтобы мы знали… Ну, украинцы говорили про мастерство, сприймали, любили мастерство, цікавились, взагалі были сучасными людьми в контексті святовом. Дякую, мы будем повертаться в «Come back to the future». За 55 хвилин мы с нашими гостями продолжим спілкування щодо мастерства, щодо просунутих гаджетов. И, звичайно, программы, які дозволять навчатися. А также мы развиваемся и не останавливаемся вместе с американскими горками, которые будут уже у тебя дома, а также фейлами Сиары и, собственно, ее самооценкой высокой, потому что ей действительно хотелось в свое время переплюнуть в «Бейонсе». Получилось у нее это или нет, узнаете в следующей программе ровно через час. Мы здесь ждем вас на М1.